В главном документе страны появилась статья, несущая идеологическое значение. В ней говорится, что Россия признаёт исторически сложившееся государственное единство, сохраняя память предков, передавших жителям страны идеалы и веру в Бога. Также в тексте законопроекта говорится, что Россия обязана чтить память защитников Отечества, русскую культуру и родной язык. Это основополагающие и системообразующие факторы, без которых немыслимо единство, величие, благополучие. Россия. Несмотря на весь пафос этих положений, считаю, что акценты расставлены правильно, с учётом того, что это является смысловой, единой, отправной точкой для долгосрочного развития общества, государства, русского и других народов России. Главным приоритетом объявлены дети. Государство обязуется создать условия для их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития. Отдельная поправка коснулась Института семьи и брака. Государство гарантирует защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Россия – динамично развивающееся государство. Практически каждое поколение видит в своей жизни что-то новое. Информационные сети, компьютеры. Но есть вещи, которые должны оставаться неизменными. И эти вещи впервые будут записаны в Конституции. Для меня очень важно, что в Конституции будет записано, что семья – это союз мужчин и женщин. Это очень важно. Мы тем самым сохраняем те традиционные ценности, которые всегда сохраняли Россию и которые для нас, русских людей, очень важны. О каждой принятой на данный момент поправке жителям Владимирской области расскажут волонтеры Конституции. В феврале Ассоциация добровольческих центров заключила соответствующее соглашение с Центральной избирательной комиссией России. В преддверии Конституции, порядка за двух недель до начала общероссийского голосования, будут в местах, где много людей проходит, они будут информировать и разъяснять граждан, какие все же поправки будут вводиться в Конституцию. Народное голосование по принятию поправок в Конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день официально будет выходным. На территории региона откроют 982 избирательных участка. Жители благодаря системе «Мобильный избиратель» смогут проголосовать на любом из них. Те, кто 22 апреля не сможет прийти на участок по уважительной причине, смогут проголосовать досрочно.